все мое почтение помнится в комментариях вы попросили возможно даже в шутку сделать перетест вот этой машины называется она дендрери регина ее можно отобрать у ботов и поставить в гараж совершенно бесплатно а уж нужно ли она вам но не знаю если вы спрашивали наверное нужно что же давайте познакомимся этой машиной поближе начнем с внешнего вида типичный американский универсал своего времени длинный больше пяти метров база предполагаю широкий тут примерно два метра то может быть еще чуть-чуть побольше тяжеленный и уродливый ну в общем все как любят американцы они всегда любят побольше и поуродливее передняя часть довольно таки скучно и с моей точки зрения круглые фары в прямо в квадратном обрамлении и простая прямоугольная решетка радиатора хотя под семейный автомобиль ожидать дизайны итальянского спорткара немножко странно согласен ничего запоминающегося как уже сказал длиннющая база год диски мне нравится они вроде бы простые но в то же время они покрыты хромом это базовые диски они клевые если бы у нас нормально работал гличный перенос тюнинга то можно было бы воспользоваться эти диски переставить я был бы не против что еще можно сказать про эту машину давайте про заднюю часть поговорим она откровенно скучная вот уже глядя на эту заднюю часть на меня сразу наваливается тоска она абсолютно безликая но нам здесь хотя бы задние фонари были какие-нибудь побольше вот эти две маленькие точечки предполагаю что на бампере это фонари заднего хода все больше ничего нет что касается защищенности подголовник как вы видите голову практически не закрывает пули сзади прилетать болт от ботов и тем более от гриферов наверняка ваше внимание привлек вот этот вот интересный багажничек на крыше существует несколько версий машины возможно я не помню точно не могу вам сказать есть он вообще без багажника скорее всего есть а есть еще версия с такой же багажник он него еще вещи сверху навальный горки такой какой вариант машины вы выберете чтобы поставить в гараж это уже на ваше усмотрение люк сверху нет если все-таки вы настолько безумно что будете на этой машине возить ящики для офиса то пули в голову от вертолета прилетать не был так чудовище как насчет то чтобы порычать ну рачит убедительно на 1 1 хотя я больше чем уверен что в тестах она ничего хорошего не покажет и сразу предупреждаю что я ее полностью внутренне тенинговать не буду я не настолько богат чтобы такие слоупочные машины еще тенинговать тратить на больше 100 тысяч долларов это просто для того чтобы потешить свое самолюбие она на 5 километров в час быстрее поехал на их эконом не надо так салончик ну ничего необычного нет чуть интересных на вентиляции это у нас такой ароматизатор что ли ладно прикольно компенсирует то что руль полностью закрывает приборную панель и вы никогда к черту не узнаете какая у вас скорость прикольно спасибо rockstar так секунду это же приборы так весна степно подъемника ручного сиденья со строчка между прочим посмотрим перекрашивается на и диванчик задний без подголовник но конечно откуда же у нас подголовники в игре в 2023 году возьмутся лишь нельзя просто так взять и добавить что-то в багажнике сложно посмотреть отсюда да не особо то интересно сидеть мы все-таки вот здесь будем в салоне тюнингу машины нет поэтому предлагаю сразу посмотреть что у нас будет ну допустим с окраской целый один цвет какое разнообразие так что у нас перекрашивается но полностью корпус кроме зеркал задний вид нижняя часть машины обратите внимание она оформлена виде покраски под древесину необычно смотрится но в стилистике своего времени так строчка нет строчка не перекрашивается даже в этом нас обделили а видно и будем банда на капоте так что еще вот тут колеса давайте посмотрим колеса колеса скольку эксклюзивные годы все-таки седан для седанов отдельной категории нету так это штатные диски кастом и так не так не пойдет господа Давайте хотя бы маслкары возьмем Они меньше по размеру должны быть Но вот если маслкаровские брать То они чуть-чуть побольше становятся Диски колес И само положение колес немножко меняется Странно, странно Но все-таки со штатными как-то смотрится приятнее Тем не менее, сами решайте, менять или не менять Диски колес Я оставлю так, тем более я не собираюсь машину оставлять в гараже Так, что у нас будет? Тонируется ли у нас фара, если затонировать стекла? Передняя нет Задняя оптика тоже нет Так вот она больше на катафанг похоже Был бы неплохой, кстати, вариант Ну что, готовы морально к тому, чтобы это чудовище стоковое тестировать? Если готовы, то давайте тогда продолжим Посмотрим, что она может Субтитры сделал DimaTorzok Да, что-то замеры скорости у нас настолько быстрые, что вполне можно себе уснуть Чтобы вам было не так скучно, давайте я вам воспроизведу анекдот, который недавно прислал на мне по телефону N Возможно, он позволит вам скрасить время, пока машина доедет до финиша Но это не точно Американец, еврей, русский, чукча, афроамериканец, две блондинки, трое представителей ЛГБТ, психолог, гаишник, водила маршрутки, студент и страус заходят в бар Бармен смотрит на них и спрашивает Так, не понял Это что за анекдот? Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что вы тоже немножко так заскучали, а то, может, уснули, пока мы замеры скорости делали Но я вас предупреждал, что это будет сноупочная машина И да, небольшое такое лирическое отступление Вы, может быть, на фоне слышите звуки ремонта Это очередной мракобес И решил, что на наступимое время самое лучшее для того, чтобы сраный ремонт устроить И так они мне житья не давали Сначала весной, потом летом Теперь еще какой-то гаденыш появился Который уже под самую зиму ремонт начал делать Ну что сказать Я ему уже всевозможного пожинал От того, чтобы все гвоздь в палец забьют От того, чтобы у него перфоратор, который он взял в аренду где-нибудь в магазине Чтобы у него к чертовой бабушке сгорел И его как липко ободрали Ну да ладно А теперь давайте перейдем к более добрым Динамо А именно к проверке штул машины с тормозами Поехали Должен же я бы вам рассказать о наболевшем Потому что, как бы я ни подгадывал время Всегда найдется сволочь с перфоратором или с молотком Который в этот момент решит какой-нибудь мелкий ремонт дома устроить Задолбали уже, проще говоря Машина, ну давай, набирай скорость в конце концов Не зли меня больше, чем я есть сейчас Давай, давай, давай Давай, шевелись по на твари Оп Ну, господа, господа Да, обратите внимание Подарк начали тормозить Черные флаги Это у нас нулевая отметка по оценке эффективности торможения И машина встала, грубо говоря, прямо на этой отметочке Говорит ли о том, что у нее хорошие тормоза Нет, не говорит на самом деле Потому что вы сами видели, что скорость она еле-еле набрала хоть какую-то В целом к тормозам у меня претензий нету Но насколько они эффективны, покажут в дальнейшей гонке Гонка этой машины даже звучит как-то стрёмно Ну, все равно давайте смотреть Раз уж мы здесь собрались для этого безобразия Что эта машина может Интересно у нее ощущение от управления Она начинает довольно живенько реагировать на поворот руля А потом она продолжает катиться некоторое время в том направлении, куда вы повернули Ну и баржа Не очень приятные ощущения на самом деле Но то, что она не слоупочная, это уже радует Мне не нравится поведение заднего моста Я так чувствую, что он скоммунинг за носу в повороту Даже на нефорсированной версии машины Но этот факт мы сейчас установим Передвигается медленно, но целеустремленно и неумолимо Да уж Как я до жизни такой докатился Вы мне вот скажите Вот зачем я это тестирую Наверное потому, что вы этого хотели Хотя некоторые из вас только на самом-то деле Ну да ладно, не будем о грустном Так Ой-ой-ой Ну что, начинается основное веселье Змейка на скорости Если это можно назвать скоростью Сейчас посмотрим, какая получится в итоге змейка О-хо-хо-хо Вот это да Вот это спортивный характер В кавычках Это она взбрыкнула Ну прокомментируем Со змейкой она справилась, как вы видели Но Если сразу менять направление Как только вы объехали препятствие Плавненько это делать То проблем нет Но если вы немножко задержались с маневром То задний мост даст о себе знать Была бы скорость чуть побольше Машину бы развернула Препятствие она прошла Но я бы не назвал это спортивным поведением Так, а если быстро руль поворачивать? Ой-ой-ой Ой-ой-ой Да, ну змейка конечно получилась образцовая практически Только посмотрите на скорость Ее пешком обогнать можно, да чуваки? Так, давайте мы не будем ругаться по-испански, ладно? Она здесь все-таки приличный канал Так, ну что, поворачиваемость Немножко избыточная На маленькой скорости И с ростом скорости Она становится недостаточной Это типичное поведение для подавляющего большинства машин Что я могу сказать? Господа, если вы вот это возьмете в гонки на седанах Ну что сказать? Я могу только Констатировать, что вы Или извращенец, или садмазохист Потому что даже самый слоупочный седан Эту машину сделает даже без всякого тюнинга А если на нее тюнинг навернуть То лучше, я думаю, ситуация у нее улучшится Хотите? Берите Со своей задачей она справится Но если вы любите приходить в гонки по умолчанию последним Это ваш выбор Я вам этого не советовал Итак, ситуация Вы едете с семьей за город Но забыли свои водительские права О боже, боже, что же нам делать? Ну ничего страшного По объездным дорогам проедем Посмотрим, как быстро вы успеете на пикник Закат-то хотя бы успеете С утра поедете Суть по скорости, так оно и получится Притом при всем Держит направление неплохо Я практически не подруливаю машинкой На кочках ее с такими-то размерами и массой Практически не подбрасываю И все прекрасно Но скорость, о боже, это нечто Ладно, как-то это все безобразие надо комментировать В принципе, с задачей она справляется Но практически останавливается И не говорите мне, что если бы я сделал тюнинг Было бы лучше Я не думаю, что намного лучше А деньги у меня все-таки не лишние Хотите сами наворачивать на нее полный тюнинг Потом в комментариях напишите, как она лучше поехала Или все то же самое было И вы деньги просрали просто в ханостую и впустую Океюшки? Океюшки Продолжаем уходить от шерифов по жесткому внедорожью Ну как в жестком Обычная раллийная трасса Посмотрим, помочится ли у нас Учитывая, что все-таки шерифы за нами гонятся на ржавых и поношенном Все-таки довольно-таки мощный седан Сможем ли мы от них сбежать? Не думаю Ну попробую Да, скорость весьма печальная Ну давай, заезжай на горку Ну ешкин матрешки Ну что ты, господи, а Не позорь меня Люди и так не сильно-то радуются от нашего с тобой контента канала А тут еще вот такой тестировать приходится Вы посмотрите, что делает Я газ не отпускаю, между прочим В таком лихом заносе со скоростью совсем немного километров в час Так лихо заходит в поворот Ну да, я знаю, что я придираюсь к машине Ну а что с ней еще делать? Понятное дело, что она добавлена была не для того, чтобы вы на ней в гонках участвовали Но тем не менее Каким-то чертом Некоторые машины нельзя поставить в гараж, отняв у бота А это и можно Не переворачивается, на кочек не подбрасывает В повороты входит, тормозов хватает Чем еще надо? Берите на ралли и занимайте законное последнее место Все, все прекрасно А что ждете, что я там без конца комментировать что ли буду? Не, господа, так не получится Попробовать как-то так ради интереса 20 минут заниматься целенаправленной говорильней Да еще в микрофон, да еще всякие там нелепости вырезая при этом Я потом посмотрю, как вам это понравится Что могу сказать С гонкой машина справилась Несмотря на то, что скорость была печальная Достигнут результаты она уверена Но Если вы будете участвовать на похожей трассе в челлендже с друзьями Готовьтесь сразу к последнему месту Я не знаю на чем должны будут ехать они На тракторе или возможно на гольфкаре Из гольфклуба или из Сэнди Шорс Чтобы прийти на последнем месте Но у вас все шансы на то, чтобы это последнее место занять На этой машине очень даже не иллюзорные шансы Справиться с правильной Понравилось ли мне ехать на этой машине По этой трассе Я бы не сказал Претензий к водительским качествам у меня к ней нету Кроме отсутствия скорости и динамики Но удовольствия от управления машиной в этих условиях У меня не было никаких И вот на такой трагической ноте Переходим к выводам Итак Наши трэш-тесты подошли к концу И что я могу вам сказать Я сегодня буду непривычно краток Если вам эта машина за каким-то лешим нужна Либо вы любитель универсанов В этом случае я вам порекомендую настоятельно Ребят, найдите циркониум стратум Он, во-первых, симпатичнее выглядит А во-вторых, эта машина хотя бы едет как машина И во втором случае, для чего она вам может потребоваться Вы хотите в GTA 5 онлайн устроить с друзьями Косплей какой-то такой провинциальной американской семьи Такой я могу вам посочувствовать Вернее, даже не вам, а вашим друзьям Потому что у вас хреновое чувство косплея И посоветовать им с вами не дружить Машина существует просто для того, чтобы наполнить трафик Вообще ни единой причины нет Для того, чтобы взять ее у Ботфа И поставить себя в гараж Вы даже, если будете передвигаться из точку А в точку Б И вам нужна будет случайная машина Обойдите, пожалуйста, регину стороной Потому что, да, она на вас довезет до местного значения Но любая другая машина сделает это раза в два быстрее И гораздо приятнее Я понимаю, что и такие машины тоже обязательно нужны в игре Но если бы ее нельзя было поставить в гараж Отобрав у Ботфа, я бы нисколько по этому поводу не расстроился Лучше бы можно было поставить в гараж кометку Я думаю, что большинство из вас Особенно рационально мыслящие Со мной согносятся Вот и все, что я могу сказать про эту машину Ну и еще у нее прикольный V-образный Движок стоит восьмицилиндровый под капотом Это единственное, наверное, ее преимущество По отношению с остальными машинами Серыми, невзрачными из трафика На этом наши тесты и обзор закончен Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца Надеюсь, эта информация по этой машине была вам чем-то полезна Надеюсь, за мои, опять же, надеюсь Что-то я слишком часто стал это снова использовать Ну ладно Я больше, чем уверен Ну, по крайней мере, на 99,9% То, что за мои мучения с тестами этой машины Вы мне поставите лайк Думаю, я это заслужил Ладненько Увидимся с вами в новых видео Возможно, на новых стримах Которые я что-то пока никак не запущу На этом у меня все Всем удачи Всем пока, народ Субтитры сделал DimaTorzok